Рада всех приветствовать. У нас сегодня семинар, посвященный любимому налогу. Налогу на добавленную стоимость. Первый квартал принес нам сюрпризы. Мы пытались сдать декларацию, но не у всех удалось. Гладко. Поэтому сегодня мы говорим с вами про эту самую декларацию, про те изменения, которые у нас произошли и требования, которые выдвигает к нам налоговая инспекция. Появилось много разных новых обязанностей для тех организаций, которые не являлись вообще плательщиками НДС и не являются таковыми. Например, организации, работающие на упрощенной системе, организации, получившие освобождение от исполнения обязанностей, у них вдруг появилась обязанность сдать декларацию по НДС. Вот тоже была неожиданность. Сюрприз. Если у них есть договора, в которых они выступают в роли налоговых агентов. Сдавать декларацию можно было только лишь в электронном формате. И многие, конечно же, попали здесь в трудные ситуации, потому что даже электронные документы обороты многих не было подключен. Ведь все организации имели право сдавать отчетность в бумажном варианте. И только с этого года у нас появилась обязанность сдавать исключительно в электронном формате НДС. И те, кто не заключили договоры на электронные документы обороты, естественно, не могли это сдать. Если организация осуществляет посредническую деятельность, например, поставщик является плательщиком НДС. Может быть, и покупатель является плательщиком НДС. И тогда для покупателя очень важно получить счет-фактуру для того, чтобы уменьшить свой НДС к уплате бюджета. Но поставщик поставляет услуги или товары или еще что-нибудь через некого посредника. А посредник вдруг на упрощенке. Он никогда не являлся плательщиком НДС. Но, выступая от имени комитента, перевыставляет счет-фактуру комитента покупателю. И покупатель имеет право взять НДС к вычету. Но новая декларация предполагает сдачу не только семи обязательных разделов, но еще как приложение идут разделы с 8 по 11, где указаны сведения из книги покупок, книги продаж. А посредники сдают журнал полученных и выданных счетов-фактур для того, чтобы это все схлопнулось. Знаете, что такое агентский договор, себе представляете. Агент выписывает счет-фактуру. Покупателю пишет, что продавец кто? Он агент. Покупатель, естественный покупатель. У покупателя в книгу покупок попадает счет-фактура, полученная от агента. поставщик, реальный поставщик, который выписывает счет-фактуру, выписывает у себя счет-фактуру и пишет, что он продавец, а покупатель-покупатель, и записывает у себя в книгу продаж. Но ведь у покупателя совсем другой поставщик. Записан кто агент, тот у него и записан. И получается, что агент-посредник обязательно должен проинформировать налоговый орган о том, что он являлся посредником и выставлял эту счет-фактуру. Иначе налоговый орган откажет покупателю в вычете. Я понятно рассказала схемку? Поэтому, если налоговый агент даже не является плательщиком НДС или же освобожден, не осуществляет посреднической деятельности, он не сдает декларацию, но как только у него появляются агентские договоры, у него появляется обязанность представлять декларацию по НДС в обязательном порядке. В электронной форме. Если мы с вами являемся плательщиками НДС, у нас есть документы, книги продаж, книги покупок. И до 2015 года мы с вами ввели журнал учета полученных и выданных счетов-фактур. Ввели? А теперь? Стало не обязательно. Стало не обязательно. С 1 января мы не обязаны ввести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. И эти изменения у нас прошли в 169 статье Налогового кодекса. Для чего они это сделали? Говорят, для сокращения избыточного документа оборота. Счет-фактура потребует, мы ее предоставим. А журнал, журнал – это регистрация. Просто регистрация факта поступления к нам в счет-фактуры. Но не каждый раз счет-фактура, зарегистрированная в журнале, попадает у нас в книгу покупок. Правильно? Например, какие-то реквизиты не те. Или же мы не хотим брать по этой счет-фактуре НДС к вычету. Поэтому в книгу покупок эта сумма может и не попасть. Раньше мы ввели журнал, теперь мы его не обязаны ввести. Но книги покупок и книги продаж все равно введем. А вот посредники этот журнал обязаны ввести. Для чего? Для того, чтобы сдать ту самую декларацию. И у них будет заполняться соответствующий раздел в этой декларации. То есть для тех, кто осуществляет посредническую деятельность, кто ведет деятельность по договору транспортной экспедиции, или же если выполняет функции застройщика. Если организация освобождена от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, лица, которые не являются плательщиками НДС, все равно обязаны ввести журнал выставленных счетов фактур, если это относится вот к этим трем видам договоров. Агентский, договор комиссии, договор транспортной экспедиции. А вот что касается счет фактуры на вознаграждение, ведь посредник еще выписывает свою счет фактуру, правильно? Он же на свою услугу также выписывает счет фактуру. Но здесь он сам является поставщиком услуги. И эту счет фактуру он куда должен записать? Если он выписывает? Если выписывает, то в книгу продаж. И вот насчет этой счет фактуры у него совершенно нет никаких обязанностей ее записывать в журнал. Итак, посредник выставляет покупателю счет фактуру за те товары, которые он продает от имени комитента. И эту счет фактуру он записывает в журнал. Но в книгу продаж не записывает. А на свое вознаграждение выписывает счет фактуру и записывает ее в книгу продаж. А в журнал ее записывать не обязательно. Запомнили? Заполняя декларацию по НДС в налоговом кодексе у нас появилась запись 174 статьи. Написано, что в налоговую декларацию мы включаем с вами сведения, которые указаны в книге покупок, книге продаж налогоплательщика. И в журнале учета полученных и выставленных счетов фактур это при предпринимательской деятельности, связанной на посреднических договорах и так далее. Кроме того, в декларацию могут попасть сведения сразу и счет фактуры. Знаете, вы не являетесь плательщиком НДС. Например, вы работаете на упрощенной системе. В принципе, это правило действовало и раньше. Но вдруг вас попросили выписать эту счет фактуру. И вы-таки ее выписали. Бывают такие ситуации? Крайне редко, но бывают. Ко мне неоднократно обращался директор, говорит, ко мне пришли друзья, очень хотят счет фактуру. Я говорю, нет проблем. Но помните, что если вы выпишете счет фактуру, да еще с выделенной суммой НДС, эту сумму налога придется заплатить. Те, кто у вас получат эту счет фактуру, они ее получат от неплательщика НДС. И не факт, что им налоговая разрешит взять этот НДС к вычету. Могут отказать именно из-за того, что неплательщик выставил. Хотя тот заплатил. То есть сейчас вот этот алгоритм проверки, мы сейчас про него будем говорить. Раз у нас в декларации появился целый раздел по выставленным и полученным счетам фактурам, и про каждую счет фактуру в декларации пишется, то здесь надо быть очень внимательным. И если мы взяли по такой счет фактуре НДС к вычету, то обязательно тот, кто нам ее выписал, должен был подать декларацию, в которой в раздел из книги продаж записать эту счет фактуру. Но ведь он не плательщик. А сдал ли он декларацию? А заплатил ли он этот налог? Под большим вопросом. Вот с этим мы можем столкнуться. Что касается вашего комментария, справочек о том, что мы работаем на особом режиме какого-нибудь налогообложения, когда мы заключаем договор с поставщиком, мы, конечно же, хотим, чтобы он нам предоставлял счет фактуру и так далее. Но если поставщик не является плательщиком НДС, мы бы хотели запастись документом, подтверждающим, что он нам не будет выписывать счета фактуры. Поэтому мы просим уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения и не ждем от него счет фактуры. Да. В 174 статье появилась запись о том, кто обязан представлять в инспекцию в электронном виде журнал учета полученных и выставленных счетов фактур. В принципе, это все то же самое, о чем мы сейчас говорили. Просто это законодательно прописано. Лица, не являющиеся налогоплательщиками и налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей, например, по статье 145. Они обязаны представлять журнал учета в том случае, если они не являются налоговыми агентами и выставляют, получают счета фактуры при осуществлении деятельности в интересах другого лица, но на основании не обычных договоров, а посреднических договоров. Журнал должен быть представлен не позднее 20-го числа месяца следующего за истекшим налоговым периодом. То есть вот они это обязаны делать. Такая до них возложена обязанность. Поэтому те, кто работает на упрощенной системе или получили освобождение, уже не очень рады в этом году, потому что их озадачили все равно введением дополнительных документов, сдачей дополнительной отчетности. Появилась запись в налоговом кодексе. Если вы сдали декларацию на бумаге, то вы ее не сдали. Считается у нас законодателем. Декларация по НДС должна быть представлена исключительно в электронном формате. И если подаем на бумажном носителе, не считается представленной. Раньше у нас такой записи не было. И, например, если мы не могли сдать отчетность в электронном формате, мы ее могли отправить по почте с заказным письмом, с описью вложения и доказать, что мы сдали. Теперь, если вы отправите по почте, например, пустую декларацию, но не было продаж, не было покупок, деятельности не вели, все равно обязаны сдать декларацию в электронном формате. И вы попытаетесь сдать пустую декларацию, отправить ее по почте, вам выставят штрафные санкции. Журнал сдаем, как и отчет. Екатерина спрашивает, сдаем ли журнал. Новые правила. Декларация действует у нас на те декларации, которые сдаются после 1 января 2015 года. То есть за 4 квартал 2014, мы ее сдавали же 20 января, то есть это уже распространяется. 119 статья налогового кодекса есть штрафные санкции за непредставление отчетности. Вот и пожалуйста. Сразу же и попадем на это дело. Так, 20 число. Теперь такая ситуация. Если мы с вами реализуем что-либо на экспорт, например, вы купили товары и собирались ими торговать здесь, на территории РФ, все условия для принятия НДС к вычету от поставщика соблюдены, счет фактуры есть, товары приняты к учету, для деятельности облагаемой НДС и вы перейдете НДС к вычету. Но потом по какой-то причине вы эти товары продаете на экспорт, то есть не российскому покупателю, а иностранцу. В этот момент, значит, написано у нас в налоговом кодексе, вы должны восстановить налог. То есть, если мы взяли сначала к вычету 9,68, кредит 19, то когда мы отгружаем товары на экспорт, нам надо сделать проводку обратную. 9,19, кредит 68. И на 19 счете сумма входного НДС будет висеть до тех пор, пока вы подтвердите, либо не подтвердите экспорт, а это можно ждать полгода. Долго. Но ведь самое удивительное, что если у нас есть основные средства, которые мы купили, поставили на учет, взяли НДС к вычету, или нематериальные активы, у нас налоговая требовала восстанавливать частично НДС и по этому имуществу. Мы говорим, ну какое отношение наши основные средства имеют к реализации на экспорт? Они же здесь стоят, работают. И тем не менее, было очень много претендентов по этим вопросам. Теперь у нас в 170-й статье появилась запись, что по основным средствам и нематериальным активам восстанавливать ранее принятый к вычету налог не требуется. И второй момент. Вычет по НДС по реализации облагаемой по нулевой ставке производится на момент определения налоговой базы. То есть, либо когда собран полный пакет документов и вы подтверждаете ваш экспорт, либо вы отчаялись и начисляете НДС по полной программе, тогда вы позже можете взять входной НДС к вычету. Еще штучка такая появилась, тоже, в общем-то, это для нас радость. Смотрите. Есть у нас ряд расходов, которые нормируются. Например, рекламные расходы нормируются? Да, 1% от выручки. Представительские расходы нормируются? Да. Командировки можно не все расходы брать в расходы. И если у нас есть акты, по которым и счет фактуры, а расходы мы взять полностью не можем, а счет фактуры есть. Раньше действовал пункт 7 статьи 171, и в нем было написано сумма НДС в отношении расходов, учитываемых для налогообложения прибыли по нормативам, можно было брать к вычету в размере соответствующим таким нормативам. То есть, если мы сделали с вами какую-то рекламу, которая нормируется, 1% от выручки, и у нас был счет фактуры на эту сумму, мы взять НДС к вычету могли только в пределах вот этого 1% от выручки, который можно было взять. И НДС тоже самое относилось к этому. Теперь же у нас только представительские расходы, и только расходы на командировки, которые можно учесть при расчете налога на прибыль. Вот по этим есть ограничения. Получается, по рекламным расходам мы возьмем с вами НДС к вычету в полном объеме. НДС ограничивать себя по рекламе не будем. Но если есть какие-то там еще расходы, типа компенсации и прочие, по которым у вас будут входные НДС, сумма входного НДС и счет фактуры, то, соответственно, вы их тоже возьмете в полном объеме. Итак, нормируются только представительские. НДС можно взять только в пределах норматива. Представительские помните, от какой суммы нормируем? Нет? 4% от расходов на оплату труда. Вот. А если провели много мероприятий, даже если есть счет фактуры, то взять к вычету полностью всю сумму НДС не получится. И по командировке, только по перечню. Все остальные расходы, и если есть счет фактуры, взять в расходы нельзя. НДС к вычету взять будет нельзя. Теперь, что касается периода принятия НДС к вычету. Тоже была у нас дилемма определенная. получили вы счет фактуру от поставщика не вовремя. Например, в следующем квартале пришла по почте. Но датирована она, например, пришла во втором квартале, а датирована счет фактуры первым. А может быть, четвертым кварталом 2014 года. Что нам раньше говорили налоговые инспекторы? Они говорят, если счет фактуры датировано четвертым кварталом или первым кварталом, то вы должны подать тогда уточненную декларацию на уменьшение суммы налога. А если это уточненная декларация на уменьшение суммы налога к уплате, то надо пройти камеральную проверку, чтобы это подтвердить. А принять к вычету сейчас вы не можете. Ну, такие у них были разъяснения. Что сейчас? Заявить вычет мы можем в течение трех лет. С момента оформления счета фактуры. Понятно? Да? Нет? Вот знаете, счет фактуры датирован ноябрем 2014 года. А пришла она к вам сейчас по почте? Ну, не знаю. Бывает. Обстоятельства. Пришла сейчас. Мае 15-го. Взять к вычету в каком квартале мы захотим? Во втором квартале 15-го года. Имеем полное право. Ну, не знаю. Если затем, мы говорим, мне 14-го года был там выстрелить сейчас фактуру, что-то получили товар, соответственно, но мы же получили в мае месяце. Мы же в мае месяце что-то фактуру как-то получать во втором месяце, как-то в втором квартале. Если у вас документы пришли поздно, а товары у вас уже поступили, то есть вы их по каким-то другим документам оприходовали, может быть, акт оприходования или накладная была в порядке в ноябре, счет фактуру вы правильную получили сегодня, то вы можете заявить к вычету сегодня. То есть 19-й счет и 68-й у вас появится сегодня. Понятно. Еще какая у нас бывает ситуация? У нас бывает так, что реализации мало, а покупок много. Нет, наоборот, Екатерина, уточненку нам сдавать не надо. Вы можете сдать декларацию за второй квартал 15-го года и зафиксировать в нем счет-фактуру от 4-го квартала 14-го года. А еще какую можно счет-фактуру зарегистрировать в 15-м году во втором квартале? За весь 14-й, за весь 13-й и даже 12-й. Три предшествующих года. Совершенно верно. Мы можем с вами сегодня принять НДС к вычету. Понятно это? Или не очень? Нет? Нет. 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 Любой перевод В основном провязывается к каким-то ментам условия. А да, совершенно верно. Вот я еще раз повторю, что здесь чаще возникает ситуация, смотрите, какая. У нас мало реализации и много покупок. Если мы сегодня все счета фактуры отразим в книге покупок, то у нас будет НДС к вычету, к возмещению из бюджета. На что нам налоговые инспекторы говорили всегда? Потом возьмите. Но это потом оттягивалось как-то нелегально. Теперь есть четкие записи в 172-й, в 173-й статье. Там написано, что после принятия на учет товаров, работ, услуг три года у нас для того, чтобы взять НДС к вычету. Не подавая уточненку, а именно в том периоде, когда вы надумали. Поэтому лежит счет фактура. Отразили вы НДС входной на 19-м счете? Вы можете его не списывать на 68-й? Долго? Нет, понятно, что когда не хочется платить налог, мы его сегодня возьмем. Но бывают другие ситуации, когда мы хотим оттянуть позднее. На 5 дней у нас увеличились сроки подачи декларации по НДС и уплате налога в бюджет. 5 дней. Плохо ли, хорошо ли, 5 дней иногда спасают. Это практически недели. За неделю мы успеваем все выправить, проверить и так далее. 25-е число после окончания квартала. Раньше мы сдавали не позднее 20-го, теперь 25-е. И для уплаты у нас теперь не 20-е, а 25-е. Платим мы также тремя частями. Ну, например, за первый квартал начислили НДС, сдали декларацию до 25-го апреля. А платить будем когда? 25-го апреля, 25-го мая и июня. То есть тоже на 5 дней отодвинулся этот срок. Ну и что касается непосредственно самой декларации. Новая форма декларации у нас была утверждена приказом Федеральной налоговой службы 29-го октября 2014-го года. Приказ номер ММВ 7-3-558. Больше разделов, чем старая форма. В декларацию включаются данные из книги покупок, из книги продаж, из журнала учета счетов фактур, сведения обо всех счетах фактурах. 12 разделов. Поскольку сдаем в электронном формате, электронный формат это файлы отдельные. И эти разделы тоже по несколько файлов. Первый файл это старая, ну как старая декларация, основная декларация это 7 разделов. 7 разделов. А вот каждому следующему разделу соответствует свой отдельный файл. То есть к декларации из 7 разделов прикрепляется файл, который называется книга продаж. Прикрепляется файл, который называется книга покупок. Что еще? Доп-лист книги покупок, доп-лист книги продаж и журнал счетов фактур. Поскольку сведений надо сдавать гораздо больше, декларация превращается в огромный талмуд. Мы как-то ее попытались, свою декларацию вывести на печать. У нас компьютер задумался надолго. И потом мне выдал, что надо на печать отправить 2800 с чем-то там листов. Я сказала, что мы не будем печатать, и мы передумали. Вот 2800 листов нас сильно вдохновило, и мы решили эту декларацию оставить в электронном формате, как ум она и была, чтобы не печатать. Теперь какие еще нюансы в этой декларации. Вот помните, для каждой операции существует свой код. Например, 0,1 код – это на продажу. Помните, в книге покупок, в книге продаж есть столбик «Код операции». Вышло новое письмо ФНС 22 января 2015 года. Внизу вот оно написано, номер GD43 дробь 794. Дополнительные коды, которые надо отражать в книгах и в журнале счетов фактур. И в декларацию за первый квартал эти уже коды поставили. Если вдруг вы ошибетесь и поставите не те коды, то у инспекторов появляется повод прийти к нам в гости или попросить документы для камеральной проверки. Камеральная проверка не так страшна. В гости как-то мы люди добрые, но их в гости не очень ждем. Правда же? Поэтому нам лучше не ошибаться. Вот здесь я сделала выдержку. Например, если покупатель возвращает товары продавцу, а покупатель не является плательщиком НДС, то ставится код 16. Если получает продавец товары от покупателя физического лица, который за наличный расчет, то 17-й код. Корректировочный счет фактура, 18-й код и так далее. Это вот новые коды, которые прописаны в этом письме, которое мы с вами только сейчас обсудили. Ну и основные и наиболее трудные места. В книге продаж. Какой код поставить? Если компания реализует товары, работы или услуги физическим лицам, то есть, смотрите, если мы продаем организациям, то мы код ставим 0,1. На авансы мы ставим 0,2. Помните такое? На возвраты от организаций 0,3. Не помните этого? Да, был. Вот эти вот коды добавились. Итак, если мы будем реализовывать товары, работы, услуги физическим лицам, либо будем получать авансы от физических лиц, то ставится код номер 26. Если реализуем товары, работы или услуги покупателям, находящимся на упрощенке или на едином налоге, на миненный доход, то также указываем код 26. Если компания заключила договор с покупателем об отказе от счетов фактур, регистрирует в книге продаж первичные документы, то есть, счета фактуры не выставляются, тогда продавец не обязан проверять, какой режим налогообложения применяет покупатель, и тогда можно в книге продаж ставить код 0,1. Но еще раз, если покупатель на упрощенке, значит, он не представит декларацию с книгой покупок, и никто не сможет подтвердить, что мы ему продавали товары. В этом случае налоговый орган говорит, ставьте код 26. Вам не очень понятно, про какие коды я говорю? Понятно? Да. Теперь, если компания продает товары через комиссионера, четвертый код выставляется, и этот код ставится и в книге продаж у компании-комитенты, и у комиссионера тоже ставится код 0,4. Что касается покупателя, если восстанавливается аванс в НДС, мы заплатили аванс поставщику, поставщик обязан был начислить НДС. Он начислил, выставил нам авансовый счет-фактуру, а мы взяли НДС к вычету, потом у нас была покупка, и мы поэтому авансовый счет-фактуру НДС восстанавливаем по авансовому счету-фактуре, и тогда указывается код 21. 21-й код указывается в книге продаж во всех других случаях, когда нам надо восстанавливать налог. Например, передача имущества в уставный капитал, или же если есть скидка на отгруженные товары, ну и так далее. То есть в любом случае, когда идет восстановление НДС, указывается код 21. Это в книге продаж. Что касается книги покупок, если поставщик на дату отгрузки товара принимает к вычету НДС, которую он начислял уже с аванса, то есть мы сначала как поставщик получили аванс, начислили НДС, потом отгрузили, опять начислили НДС, и первичный счет фактуры берем в книгу покупок, записываем, то есть берем НДС к вычету, тогда указываем код 22. Так? Или же если мы возвращаем предоплату покупателю, то же мы в общем-то должны взять НДС к вычету, и тогда опять же укажем код 22. Командировочные расходы. Человек приехал из командировки, принес нам что? Билет. Бланк строгой отчетности. В этом билете есть выделенная сумма НДС. Есть? Бланк строгой отчетности счетом фактуры не является, но мы на основании этого бланка делаем запись в книгу покупок. И в этом случае мы указываем код 23. То есть бланки строгой отчетности можно регистрировать, из гостиницы полученные билеты можно регистрировать, а вот знаете, есть еще, вот иногда авансовый отчет он нам приносит, приносит товарный чек и кассовый чек, да? Выделена сумма НДС. Не разрешают нам взять этот НДС к вычету. И что нам с ним делать, в общем, всегда загадка определенная. Мы его не можем включить в стоимость того, что мы купили, потому что он выделен отдельно. И в расходы брать эту сумму налога. В расходы можно брать. А вот в стоимость того, что вы купили, нельзя. Но опять же, расходы какие? Не учитываемые для цели налогообложения. Да, не к нему. Вот поэтому по кассовым чекам, к сожалению, нельзя взять НДС к вычету. Если компания ввозит товары из стран Евросоюза, Белоруссии, Казахстана или Армении, или импортирует товары из других стран, за исключением Белоруссии, Казахстана или Армении, указывается код 19. И тогда в книге покупок ИНН КПП продавца вообще указывать не нужно. Ну, откуда мы знаем их ИНН КПП? Кроме того, они у нас здесь на территории РФ вообще не зарегистрированы. Они зарегистрированы у себя, в своей стране. И не факт, что у них такие же коды имеются. Поэтому в книгу покупок мы записываем эту покупку, но ставим код 19 и ИНН КПП пропускаем. Я зачем это все рассказываю? Мы ведем с вами книгу покупок, книгу продаж. Помните, что они идут единым файликом, прикрепляются к декларации. И если мы укажем с вами не те коды, могут быть проблемы. Не туда прикрепятся? Да нет, может быть они и туда прикрепятся, но налоговая не даст нам их взять к вычету. Будет требовать пояснений, делать запросы и лишний раз с ними общаться придется тогда. Что нам требуется проверить прежде всего в декларации? Вот смотрите. Первые семь разделов. Основная часть декларации. Ее можно заполнить и вручную. Так? В каком-то... В этом. То с приложениями так не получится, потому что очень большое количество данных... Мы же ведем с вами учет в 1С, например, да? А сдаем отчетность через какую-то программу. Как мы сдаем? Так, с Коммы, Контуры, СБИСа и прочее. Что мы делаем? Мы можем с вами в этих программах по сдаче электронной отчетности создать декларацию. И туда можно ручками внести сведения. Вот у меня в одной маленькой организации так получилось. На 1С не ставится обновление. Ну, просто не заключили договор технической поддержки. А есть программа, через которую сдается электронная отчетность. И всегда туда заносила данные ручками. Ориентируясь на 1С-овские данные. Но теперь получается, что мне нужно какой-то файлик с книгой покупок, с книгой продаж прикрепить к этой декларации. К чему нас привели? Мы обязаны заключать договор на информационно-техническое сопровождение компании 1С. Платить денежку. Почему? Чтобы у нас было все в актуальном формате. Книга покупок, книга продаж. Выгружались из 1С. И отправлялись в электронном формате. Если у нас с вами очень много полученных или выданных счетов фактур. Все это забить в экселевском файлике ручками. Это трудоемкий процесс. Очень. Все сведения и так далее. Поэтому первое, что нужно, это чтобы наша программа работала в актуальном формате. С последними обновлениями. Это понятные вещи. Понятные вещи, говорю. Или не очень. Понятно. То есть наша учетная система должна позволять выгружать сведения в нужном формате. И мы ждали обновления 1С буквально до 18 числа. 18 апреля нам поставили последние обновления. Когда вот тот формат, который готовил 1С, можно было отправлять в электронном формате по электронным каналам связи. То есть прям пограничное какое-то состояние было. Если нет, то надо будет тогда придумывать, каким образом преобразовывать данные, чтобы выгрузка прошла успешно. Помним еще о чем. О мощности компьютера. Если у нас с вами очень большой объем книги покупок или книги продаж. Ну вот технические специалисты пишут, что это 250-300 байт, одна строчка в книжке. Значит, если у нас там много строк, например, у вас счет фактур сотня, значит, это будет 3000 байт. Это в чем вы смиряете? Мегабайта. А если их еще больше, то значит еще больше, соответственно. Зная приблизительно число строк в книге, вы можете вычислить вес декларации. И у нас есть некая пропускная способность интернет-канала. Технические вещи я сейчас проговариваю, понятно? Ну сколько-то байт там в секунду. Чего-то там у нас уходит. Я о чем? Если вы сядете 25 числа в 23 часа отправлять декларацию, то вы можете ее просто не успеть отправить. Если она будет иметь большой объем. А ваш трафик, например, не очень быстр. Так? У крупных компаний это занимало большое время. Кто-то мне жаловался, что ушло несколько часов на отправку. Но я думаю, что это совсем либо очень крупная декларация, либо очень маленькая пропускная способность была. То есть ее лучше увеличивать. Причем последнее обновление 1С мне все время говорит, увеличьте память до 4 гигабайт. Увеличьте память до 4 гигабайт. То есть не знаю, зачем выходит эта напоминалка, но думаю, что все тоже с этими же вопросами связано. То есть про технические характеристики вашего компьютера, про интернет-трафик, это все лучше заранее оценить. Несколько уточненных деклараций все поменяли? Сейчас дойдем до уточненной. Там можно один раздел подать. Здесь поговорим. Была встреча с работниками налоговой инспекции. Им были заданы вопросы интересные. Их комментарии, вот я здесь выписала некоторые. Понимаете. Поставщик отгружает товар, принимает к вычету НДС, который ранее был начислен с полученного аванса. Кого принести в книге покупок в качестве продавца? Какой код ставить? Вот смотрите. Поставщик получил аванс. Поставщик выписывает счет-фактуру. Пишет, что продавец-поставщик, покупатель-покупатель. Потом идет реализация у поставщика. Поставщик выписывает счет-фактуру, что он поставщик. А покупатель-покупатель. Этот счет-фактура тоже попадает в книгу продаж. Теперь наша книга покупок поставщика и первый авансовый счет-фактуру мы записываем в книгу покупок. И что получается? Что в книге покупок в продавцах будет кто? Мы же. Мы же. На что налоговая ответила. Да, наименование ИНН и КПП продавца для нас в книге покупок будет мы сами. Непонятно? Итак, компания А продавец получает аванс. 9.51, кредит 62. Получили аванс? Выписывает счет-фактуру, авансовая счет-фактура, где А является продавцом, выписывается компанией Б счет-фактура. Б является покупателем. Эта счет-фактура у компании А будет в какой книжке? В книге продаж. Потом компания А отгружает компании Б товары. 9.62, кредит 90. На эту реализацию выписывает счет-фактуру. Где компания А продавец, а Б покупатель. Правильно? Эта счет-фактура записывает куда? В книгу продаж. До сих пор было все логично. Мы продавцы, мы начисляем НДС и обе счет-фактура в книге продаж. Но у нас получается завоение НДС. Поэтому, как только отгрузили, мы берем авансовую счет-фактуру и записываем ее куда? В книгу покупок. Получается, у нас книга покупок, вроде бы, по идее, нам должны какие-то другие продавцы давать счет-фактуру. А здесь получается, что чья счет-фактура-то? Наша же. Поэтому в книге покупок продавец будет кто? Кто? В компании А. А. Что говорит налоговая инспекция? Напишите в книге продаж свое наименование, свое ИНН в графе продавца. А в графе 2 укажите код операции 22. 22-й код. Это вот то самое восстановление или, наоборот, принятие к вычету ранее начисленного налога. 22-й код. Есть у нас там графа 7 документ, подтверждающий уплату налога. Мы же его платили? Возможно, да. И дата принятия на учет товаров. Но если мы сами для себя продавцы, мы себе ничего не продавали. И в этом случае в комментариях налоговые органы идет, графу 7 и 8 заполнять не нужно. Непонятно? Понятно. Теперь. Обратная ситуация. У покупателя. Покупатель заплатил аванс. На что поставщик выставил ему счет фактуру. Он ее записал в книгу покупок. Написал, что продавец, кто-то, кому он заплатил аванс. Потом была покупка. Он в книгу покупок опять записал счет фактуру. И поэтому авансовую надо отразить в книге продаж. И во второй графе нужно отразить код 21. В графах 7 и 8 наименование ННКПП свои покупательские. Графу 11 номер и дата документа, подтверждающего оплату, заполнять не нужно. Следующий вопрос, который задали компании торговые, занимающиеся розничной торговлей. Для них написано, что если предприятие занимается розничной торговлей, розничным покупателям, физическим лицам, не обязаны выписывать счета фактуры. Реализация отражается на основании чековой ленты, Z-отчет. И спрашивают, как зарегистрировать в книге продаж ленту контрольно-кассовой машины. Они пишут, надо указать код 26, свои данные как продавца, а покупателя вообще не указывать. Мы же его не знаем. Мы ни у кого не спрашивали ни фамилии, ни имени, ни отчества. У компании есть два вида деятельности – облагаемый и необлагаемый НДС. И если компания заявляет вычет с той стоимости товаров, которые относятся к облагаемым операциям. Нам надо вести раздельный учет. И мы иногда не всю сумму НДС можем взять к вычету, потому что существует у нас четвертый пункт 170-й статьи. Там написано, надо произвести расчет. Что делать? В книге покупок надо написать общую стоимость товаров или услуг из графа 9 счет фактур, то есть то, за сколько мы купили. А вот что касается суммы НДС в книге покупок, вы укажете только ту сумму, которую можно принять к вычету. Например, вы продаете солнцезащитные очки и корректирующие очки. Для того, чтобы их продавать, вы делаете закупки. И есть у вас закупки чего? Концтовары вы покупаете для управленческих нужд, там какие-то еще коммунальные услуги и так далее. НДС входной взять полностью к вычету нельзя. Законодатель нам пишет в этом четвертом пункте 170-й статье, что надо распределить входной НДС между облагаемой и необлагаемой деятельностью. Например, если ваша выручка 50 на 50, 50% облагаемая, 50% необлагаемая. Входной НДС вы можете взять только к вычету наполовину. Эта тема непонятна, сложно. Не ведете учет раздельно, да? То есть не было таких операций. Не было. Вот смотрите, дал нам поставщик МОЭК, знаете такую компанию, энергетическая наша московская компания, на отопление. Да. Он выставил нам счет фактуры на 118 тысяч, входного НДСа было 18 тысяч. Значит, в книге покупок мы запишем счет фактуры, номер такая, это общая сумма покупки 118 тысяч. Но сумма НДС в книгу покупок попадет только в размере 9 тысяч. Почему? Потому что вторая половинка будет включаться в стоимость тех услуг, которые мы купили. Ну, такие особенности у нас при наличии двух видов деятельности, облагаемых и необлагаемых. Другая ситуация. Всписываем товары или основные средства. Форс-мажор. Недостача. Что мы должны сделать? Мы должны восстановить НДС. Знаете эту тему? Нет? Тоже не помните? Какой документ зарегистрировать в книге продаж и какой код указать? Значит, в этом случае рекомендуется в книге продаж зарегистрировать счета фактуры, по которым компания принимала к вычету НДС со стоимости товаров или основных средств. Если срок хранения уже истек, их нет, можно зарегистрировать бухгалтерскую справку расчет. То есть сделать некий расчет остаточной стоимости, сумму налога, которую надо восстановить, и указать код операции 21. А на теории по бухучету были? Вот там у нас была гражданка Симонова, которая украла у нас компьютер. И мы с нее брали деньги. За что? За компьютер. И восстанавливали НДС, который взяли до этого к вычету. Вот об этом НДСе здесь идет речь. Раз мы восстанавливаем НДС, значит у нас идет запись по кредиту 68 счета. А на каком основании мы это делаем? Запись в книге продаж. И вот здесь налоговики рекомендуют ту счет-фактуру, которую нам дал поставщик при покупке этого основного средства и записать в книге продаж, либо бухгалтерскую справочку. Вот такие нюансы. Если компания ведет деятельность облагаемой и не облагаемой НДС. Разъяснение налоговиков. Счета-фактуры мы регистрируем на ту сумму, которую вправе принять к вычету. Опять же, это все про раздельный учет. То есть сначала у нас должен быть произведен расчет суммы налог, которую можно взять к вычету, а потом в книгу покупок записываем счет-фактуру с общей суммой покупки, но с суммой НДС, которую можно взять к вычету, только в той доле, которую можно взять к вычету. Не более того. Еще какая тема. Например, существует договор между нами и поставщиком. И в этом договоре написано, что поставщик нанимает перевозчика за отдельную плату, но покупатель возмещает расходы поставщику по оплате этих транспортных расходов. Жизненная ситуация. И поставщик продает товары покупателю и хочет взять деньги с покупателя за доставку. А договор будет с транспортной компанией у кого? У поставщика. То есть покупатель ни сном, ни духом. Но узнает о том, что поставщик берет деньги с покупателя и передает их транспортной компании. Можно ли в этом случае поставщику перевыставить счет-фактуру перевозчика? Только если между перевозчиком и поставщиком не заключен посреднический договор, то есть агентский. Если поставщик будет выступать в роли агента, тогда он выставит счет-фактуру покупателю. В противном случае покупатель не сможет взять НДС к вычету с этой доставки. Кроме того, поставщик не вправе перевыставлять счета-фактуры от перевозчика. Следующая ситуация. Принесли вам билеты. Как регистрируем в книге покупок? Нам в книге покупок надо обязательно прописать название ИНН КПП продавца. По закону достаточно названия. Но если в декларации не будет ИНН, то вполне возможно, что налоговики запросят у нас какие-то пояснения. А где мы в билете найдем ИНН, РЖД? Нету. Нету? Я не помню такого, чтобы в билете была выделена какая-то аббревиатура, ИНН и так далее. Что рекомендуют здесь налоговики? Поставить код 23 для командировочных расходов. В графе 9 привести наименование продавца. Поскольку ИНН КПП в билетах не указывается, желательно, конечно, узнать на сайте продавца эти данные. То есть зайти на сайт РЖД, покопаться там, выискать какие-то сведения и тогда их сюда записать. В связи с чем это связано? У нас есть декларация. В декларации есть номер счет фактура. Но нет наименования. Есть только ИНН продавца. Если мы не укажем ИНН, напишем только номер билета, ну, сами понимаете, опять нам откажут в вычете или хотя бы попросят какие-то... Они очень корректно говорят, налоговики могут запросить пояснение. Да не так все это будет. Пишут, не даем мы вам право на вычет по таким-то основаниям. Эту сумму НДС к вычету взять нельзя. А вы будете с ними бороться. Писать в ответ письма, спорить, доказывать, нести пояснение. Нормально объяснить не могут. Единственное, что столкнулось со своими налогами на вычете, с квартиры, как бы, с этого момента. Просто перебанки оплатили, как бы, у нас, как бы, ну, у нас, мы как бы пополам, как бы, хватит. Ошибочно, как бы, перебанки оплатили, там, ну, на сумму, как бы, родителя, как бы, это. Мне пришло то, что я не вспомнил духом канцера, потому что этот процент, как бы, я, мечтаю, что я заплатила этот налог. Я, кстати, с этим годом приходит, смущаясь, потому что вы не заплатили мне налог. Пошли мне пене, пошла, пошли эти пене, поэтому, я, говорит, я, поэтому налогу изнятия. Говорю, я не могу понять, у меня, вот, я, вот, здесь все это тело, там, надо поплатить. Далее, можно ли регистрировать в книге покупок кассовые чеки? Это мы уже с вами говорили, нет, нельзя, только счет фактуры, да? Бланки строгой отчетности, но чеки кассовые не дают оснований для отражения в книге покупок. Теперь про импорт. Если импортируем товары из других стран, на таможне платим НДС. Заплатив его на таможне, можем взять к вычету здесь. Кого в книге покупок приводить в качестве продавца? Мы же платим таможне? Какую стоимость товаров показывать? А что нам говорит налоговый орган? В книге покупок укажите наименование иностранной организации поставщика товаров, которая в контракте. Теперь, что касается стоимости. Два варианта. Либо привести стоимость, с которой импортеры рассчитывают сумму налога, то есть на таможне, таможенная стоимость. Либо указать стоимость согласно договору. Это о чем идет речь? В договоре написана стоимость. В валюте. Когда товар проходит таможню, таможенники имеют право прописать свое. Почему? Потому что все возят по другой, а вы такие особенные. Существует некое понятие среднестатистическое. Таможенная стоимость. И тогда они налог начисляют с нее, а не с той, которую вы указали. В результате могут быть расхождения. Вы товар привезли за 100 тысяч, а налога вам начислили вовсе не 18, а 20, 25 или наоборот. То есть наоборот-то вряд ли в большую сторону. Теперь, если товары продаются через комиссионера, а вы комитент или покупатель или комиссионер. Если покупатель указывает в книге покупок счет фактуру, то он приводит код 01. Покупка. Комиссионер 04 и комитент 04. Они точно знают, что была комиссионная торговля. Теперь, что касается декларации. Округление. Вы знаете, что мы сдаем и считаем налог как в рублях. И до седьмого раздела у нас все будет в рублях. А в счетах фактурах НДС с копейками. И в результате вот то приложение в книге покупок, оно будет с копейками, а в декларации будет рублей. Книга продаж будет с копейками, а в декларации будет в рублях. Будут ли сложности со сдачи декларации, спрашивают. Говорят, что это не должны быть никаких сложностей, не должно быть. Разделы 8 и 9 заполняются в рублях с копейками. Раздел 3 в рублях. Налоговая база и сумма налога детализированы по разным операциям. Могут образоваться незначительные расхождения. Но налоговый орган считает, что такая разница не критична. Например, 10 рублей. 10 рублей, говорит, не критична. А второй раздел налоговый агент. Как налоговый агент мы не за себя платим. Мы сообщаем, что с того мы удержали, и это его продажа. А у нас это в книге покупок только идет. Мы от них купили. Например, у нас есть договор с иностранцем. А реализация на территории РФ. Договор на 118. Мы им 100 отправляем, 18 отправляем в бюджет. И в бюджет в разделе 2 указываем, что мы платим не за себя, а платим за того парня. Сами выписываем счет фактуру от их имени нам. И отправляем ее в книгу покупок. Это же наша реализация. Это не наша реализация. Мы продали иностранцу. Нет. Они нам продали. Они нам продали. Это их реализация. Но они сами не могут заплатить, а мы за них платим. Тогда мы называемся налоговые агенты. Если мы реализуем иностранцу, которые могут быть на территории России, мы платим за них, а мы в продаже не продаем. Мы не за них платим. Мы продаем иностранцу. Если мы продаем, это наша реализация. А с нашей реализацией мы выписываем счет фактуру в книге продаж. Ее отражаем. В разделе 2 не будет. Ее в разделе 2 не будет. Второй раздел называется сумма налога, исчисленная налоговым агентом. А налоговый агент – это удержатель налога у неплательщика. Они реализаторы. Но они не могут сообщить налоговый орган. Поэтому второй раздел вообще к нам не имеет отношения как такового. Теперь. Компания имеет несколько обособленных подразделений. Можно ли сдать в составе декларации по НДС несколько книг продаж и книг покупок? По обособленным подразделениям собрать и все. Нет, говорить нельзя. Книгу покупок, книгу продаж ведем по компании в целом. Поэтому те счета фактуры, которые зарегистрировали обособленные подразделения, включаются в общую нашу книгу продаж или в общую книгу покупок. Если не получится расположить в хронологическом порядке, говорит, не страшно, сдавайте так, как получится. Они потом разберутся с нами. Говорит, это несущественное нарушение. То есть по обособленным подразделениям выписываем счета фактуры, нумерацию ведем свою, но сдаем все вместе. Общей книгой покупок, книгой продаж. Теперь, что касается нулевой декларации. Не было продаж, не было покупок. Нулевую декларацию можно сдавать без разделов 8 и 9, то есть 7 разделов. Сдаем титульный лист, сдаем раздел 1. Вот и все. Нужно ли сдавать декларацию, если компания на упрощенке составляет счета фактуры без НДС? Зачем она их составляет? Сразу же возникает вопрос. Пишут, счет фактуры номер такая, это НДС без НДС, но выписывает. Нет, не нужно им сдавать декларацию. Нужно будет только тогда сдать, если компания на спецрежиме выделит вдруг сумму НДС в счет фактуре. Должен ли комиссионер на общей системе, кроме декларации, сдавать журнал учета счетов фактур? Комиссионер на общей системе включает данные журнала учета в разделы 10 и 11 декларации, а отдельно сдавать журнал не нужно. Журнал сдают только посредники, которые не являются плательщиками НДС. Они на спецрежимах, упрощенщики, вмененщики. Декларацию они не сдают, а сдают журнал. Если вы на общем режиме, вы ведете журнал, но сам журнал налоговый нести не надо. Надо сдать декларацию с выдержками из этого журнала. Электронный файлик пойдет. Чего-то так серьезного нет. Все понятно здесь? Да. И ваш вопрос про уточненку. Если вдруг у нас внеслись какие-то изменения в нашу декларацию, раньше как мы вступали? Всю декларацию писали корректирующий отчет, первый, второй, пятый, какой там, в порядочку. И направляли декларацию полностью. Теперь ситуация у нас меняется. Что мы сдаем повторно? Полностью отправляем основную часть с первого по седьмой раздела декларации. Теперь, если у вас это коснулось книги продаж, то вы прикладываете только один файлик. Какой? С книгой продаж. Если изменения и корректировка прошли по книге покупок, то вы к этой декларации основной прикладываете только книгу покупок. Дублировать книгу продаж, журнал и прочее не нужно. То есть все зависит от того, что вы вносите, какие изменения. Теперь, что касается контроля на соответствие формата. Мы вот сдавали отчетность, когда за первый квартал. Уж так переживали, так переживали. Отправили электронный файлик и ждали подтверждения из налоговой, что форматная проверка была пройдена. То есть налоговая декларация должна быть со всеми теми нюансами, которые в последнее обновление по программе прошли. И сразу же можно было получить уведомление об отказе. Заново отправить декларацию, включая все файлы приложения. Но те, у кого декларация успешно прошла форматный контроль, тем была направлена квитанция о приеме, а дальше уже как камеральная проверка. Помним, что камеральная проверка у нас проводится в течение трех месяцев с даты подачи декларации. Поэтому теперь будем ждать. Это 27 апреля мы сдали. Мая, июня, июля. То есть до конца июля нам могут прислать запрос и спросить, что это вы там понаписали. Это уже для тех, кто все-таки проник со своей декларацией в налоговую инспекцию. Сверка. То, чем занимается камеральный отдел. У них сейчас есть специальная программа, которая производит сверку. Вот вы показали. У вас в книге покупок есть счет-фактура. Помните, какие у нас были счеты-фактуры? Например, написано счет-фактура номер А-10 нулей и в конце единичка. Как мы ее заносили? Номер 1 писали и все. А продавец писал А-10 нулей и единичка. Соответствие есть? Неа. То есть сейчас у нас требуется не просто правильный регистр. Латинница или русский. Тире или подчеркивание, значок соответствующий и прочие всякие вещи. К каждому счет-фактуре, который учитывается у покупателя, должна найтись точная копия. Где? У продавца. Теперь смотрите. Помните, про 3 года мы имеем право взять НДС к вычету в течение 3 лет. Продавец заявит, например, сейчас в 2015 году. А мы с вами возьмем к вычету, например, через годик. То есть в налоговой должны храниться сведения о счетах-фактурах, которые поставщики сдавали ранее. Для того, чтобы мы могли подтвердить свое право на вычет через годик. Очень беспокоила мысль о том, что в этом первом квартале мы отразим счета-фактуры, полученные в первом квартале, но датированные предыдущими периодами. Они же у поставщика прошли в тех периодах, а мы хотим заявить к вычету сейчас. То вполне вероятно, нам придут запросы на такие счета-фактуры. Да, мы нервничаем, конечно же. Но все время ждем, что нам пойдут на встречу и, по крайней мере, по таким вопросам нас беспокоить не будут. Очень на это надеюсь. Но когда они будут видеть, что счет-фактура 14-м годом датирована, 13-м годом датирована, то как бы закроют глаза на эти вещи и пропустят. Но написано опять же в разъяснениях, если каким-то счетом-фактурам не находится пара, налоговый орган направляет покупателю требования о представлении пояснений в электронном виде. И у нас есть 6 дней рабочих на то, чтобы ответить им налоговым, подтвердить квитанции о том, что мы получили это требование. 6 дней. И за это у нас тоже есть наказание. Знаете об этом, нет? На прошлом семинаре я рассказывала о том, что с этого года были внесены поправки в налоговый кодекс, если нам представляется требование в электронном формате о даче каких-то пояснений, о том, чтобы предоставить какие-то документы в налогово, и мы не реагируем на это требование. У нас за это могут оштрафовать. У нас 6 дней на то, чтобы подтвердить. 2,5 тысячи рублей не подтверждение обойдется. Ну а если вы подтвердили, то у вас есть время на то, чтобы представить уточненную декларацию или ответ пояснения. 5 дней в 88-й статье налогового кодекса написано. А, если они не получат подтверждение, они еще могут приостановить операцию по счетам. Вот это вообще неприятная штука. Да, 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 приостановить операцию по счетам. Очень неприятная ситуация. По всем счетам, по всем счетам, да. А? Во все банки. Да, во все банки, совершенно верно. С какого момента отсчитывать 5 дней, пока непонятно. Ведь они отправили, у нас 6 дней есть на то, чтобы подтвердить. Мы получили, например, на 6-й день. С какого дня считать 5 дней? С дня подтверждения отправки или с дня получения документов? Или с дня выставления или еще как-то? Ну, сообщили о подтвердении. Это все понятно. Мы получили, например, 2-го. У нас 6 дней на то, чтобы подтвердить. На 6-й день мы подтверждаем. 5 дней с какого? Со 2-го или с 6-го? То есть мы можем выиграть, да, какое-то время. Подтвердили 6-го. То есть пока четких разъяснений нет. Выиграем мы на этом или нет. На требования можно пока ответить как на бумаге, так и в электронном формате. Тоже пока не утверждены форма и формат ответа. Предполагается, что будет два раздела. В одном информация о счетах фактурах, которые признаем верными. Другом исправленные данные. Если же исправленные данные отразятся на суммовых показателях декларации, то надо будет подавать уточненную декларацию. Теперь, если мы считаем, что счет фактуры все-таки наша была верна, которую мы отразили, тогда налоговый орган отправляет требования нашему поставщику. А представьте-ка вы сведения. Правильно ли вы все там написали? И тогда вот эти вот спорные документы будут рассматриваться. Практика показывает, что расхождений в данных между контрагентами может быть очень много. Чтобы свести их к минимуму, важно правильно заполнять книги. Декларации у нас имеют довольно-таки мягкий формат. Не являются обязательными реквизиты, такие как ИНН и КПП контрагента. То есть, если у вас что-то там не проходит форматный контроль, то данные могут не пройти сверху на этапе камеральной проверки. Ну и еще один. Но у меня было страшно. У меня есть покупатель и индивидуальный предприниматель. В реестре в ЕГРН он присутствует. А в ЕГРН ИП отсутствует. А у меня ему продажа. И я не могла сдать декларацию, в которой у меня такой загадочный покупатель. То есть, я жду, когда внесут какие-то поправки, чтобы подать уточненную декларацию с продажей. И пока они у меня красным цветом в программе висят. Я почему про красные? Существует у нас в программе 1С возможность сразу же попасть на сайт ФНС для проверки наших контрагентов. По ИНН делается запрос, и нам тут же приходит ответ. И вот по этим двум товарищам у меня пришел отрицательный ответ. Я к ним обращаюсь, они говорят, у нас нет проблем, мы есть в госреестре. Вот, пожалуйста, выписка из госреестра. А я не могу сдать отчетность. Книга продаж не проходит, форматный контроль. Вот такая вот балабяка. И мы с этим очень долго интересовались, спрашивали, что же нам делать. То есть, рекомендация идет до подачи декларации сверяться с контрагентами, проверять их на сайте. То есть, чтобы не получить отказа в этих данных, которые вы сдаете в декларации. Что касается состава декларации. Разделы у нас с вами титульный лист. Конечно же, нам известно. Раздел первый, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Ну и остальные разделы представляем только, если есть облагаемые НДС-обороты. То есть, все остальные, у кого нет НДС-оборотов, могут сдавать титульный лист и первый раздел. Все остальные сдают остальные разделы. Из книги покупок и книги продаж сведения попадают в раздел 8 и 9. Журнал учета полученных и выставленных счетов фактур по посредническим сделкам. Это раздел 10 и 11. Выставленные счета фактуры. Но это на тех, кто не должен платить НДС, но выделяет счета фактуры с суммой налога. Это уже раздел 12. Это что касается наших сведений. Раздел первый. Сумму налога указываем, полученные из раздела 3. И если у нас еще экспорт, то 4, 5, 6. Седьмой раздел у нас с вами операции, не подлежащие налогообложению. В разделе 3 указываются все суммы налога к уплате. Там две части есть у нас реализация и есть вычеты. Может быть, тогда удобнее было бы открыть эту декларацию саму. Вы ее видели? Да? Итак, первый раздел, в общем-то, не сильно отличается. Поменялась только вот эта вот запись о том, что это новое приложение с 2014 года действует. НН, КПП, номер корректировки, налоговый период, отчетный год. Все то же самое, что было в предыдущей декларации. Раздел первый. Первый. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Вы здесь указываете ваш АКТМО, КБК и сумма налога, которая подлежит уплате в бюджет. Сороковая строчка. Тридцатую строчку заполняют те, кто выписал счета фактуры, хотя не является плательщиком НДС. С выделенной суммы налога. Для них специальная тридцатая строка. Раздел второй. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогового агента. Мы сегодня эту тему обсуждали. Вот смотрите, про кого мы здесь пишем. Кто продавец, а не продавец. Мы про них здесь сообщаем эти сведения. И сумма налога, которую они должны заплатить. Это не наша книга продаж, это их. Раздел третий. Все то же самое. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по операциям, которые облагаются по ставкам 10 и 18%. Здесь у нас реализация отдельно идет облагаемая по ставке 18, отдельно облагаемая по ставке 10. Если были строительно-монтажные работы собственного, предоплата 70-я строка. То есть здесь у нас особо сильно ничего не изменилось. Шестой пункт. Корректировка реализации. Вот этим дополнился у нас третий раздел. На основании пункта 6 статьи 105. Когда у нас был перерасчет налоговой базы. 110-я строчка стала, раньше это была 120-я, теперь это 110-я строка, общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога. В нижней части указываются налоговые вычеты с покупок для реализации на территории РФ. И строчка 210-я или 200-я нам покажут. Либо нам платить налог, либо возмещать из бюджета. Приложение первое заполняется для суммы НДС, подлежащих восстановлению с недвижимости, которую мы перевели на упрощенную систему или еще где-то используем в необлагаемых операциях. Ничего не изменилось. Я лучше покажу разделы, те, которые добавились. Восьмой раздел. Сведения из книги покупок. Вот представьте себе, в восьмом разделе каждая счет фактура занимает два листа. И есть еще приложение первое к разделу восьмом, называется «Сведения из доп. листов» из книги покупок. И имеет продолжение. Раздел девятый – это из книги продаж. Здесь еще интереснее. Раздел девятый – здесь про каждую счет-фактуру. Номер счет-фактура продавца. Продолжение раздела девятого – это все тоже про эту же счет-фактуру. Продолжение страницы третьей – это все про ту же счет-фактуру. То есть на каждую счет-фактуру выставлено три листа в разделе девятом. Вставляете? Предположим, у вас в книге покупок 100 счетов-фактур. Значит, у вас добавится 200 листов декларации. У вас в книге продаж 100 счетов-фактур. У вас добавится 300 листов декларации. Здорово? Получается, что на каждую счет-фактуру, которая на стойке счет-фактуру, это три листов-фактура. Совершенно верно. А если доп-листы? А доп-листы – это идут приложения. Здесь есть… Если мы точнее декларации, они поменяются? Да. То есть если точнее издалить… Если вы подаете запись из доп-листа, из книги покупок или из книги продаж, они попадают либо в восьмой, либо в девятый раздел, в продолжение восьмого или девятого раздела, тогда мы подаем уточненку. И первые семь разделов обязательны. Если у вас доп-лист был в книге покупок, значит, у вас восьмой раздел. Если доп-лист был в книге продаж, то девятый раздел. То есть получается и доп-лист, и девятый раздел. А он, смотрите, называется как раздел девятый – сведения из книги продаж. А к нему есть приложение первое. Вот оно называется. Приложение первое к разделу девятому. Отдельно приложение отправить нельзя. Можно только вместе целиком с разделом девятым. Понятно, да? Но изменения будут только доп-листы получились. Да. Получается, по нашему там же в странице, но доп-листы поменялись. Нет, у вас весь файлик поменяется. У вас весь файлик, книги продаж поменяются. Это же в электронном формате. В электронном. Просто файлик, он не прописывается еще по приложениям к разделу. Есть файл на основную декларацию. Восьмой раздел, девятый раздел, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Да. А вот доп-листы как вы можете заниматься? Допустим, еще мы в следующую. Может, еще какой-то декларации, да? Вот смотрите, если вы получили какой-то, вы нашли счет фактуру. Например, вы недоотразили реализацию, но вы нашли сейчас ошибку за четырнадцатый год. К примеру. Значит, вы делаете запись в доп-лист к книге продаж за какой период? За четырнадцатый. Значит, и уточненку вы подаете за четырнадцатый. А если 15-й? Да. Но вообще у нас во всех комментариях пишут, что если мы подаем уточненные декларации за те периоды, то мы должны подавать в том формате, который действовал на тот период. То есть, получается, если у меня будет пять уточненных в 2015 году, то будет пять доп-листов, то есть, ну, наложение, да? Нет, это может быть, смотря какой период вы корректируете. Если вы нашли пять ошибок, и все они относятся к первому кварталу 2015 года, то у вас будет только один доп-лист книги, там будут записаны все эти пять ошибок ваши. Если сразу нашлись, да. Девятый раздел у нас с вами из книги продаж. Десятый раздел называется «Сведения из журнала учета выставленных счетов фактур в отношении операций по договорам комиссии, агентских или транспортной экспедиции». И опять, кому выставляли счет фактуру, номер счет фактуры, дата счет фактуры, номер исправления, корректировочного и так далее. Тоже на двух листах. Одиннадцатый раздел. Тоже у нас относится к комиссионной торговле, только обратная история из журнала полученных счетов фактур. Там были выставлены здесь полученные отношения операций, осуществляемых в интересах другого лица. И раздел двенадцатый. Сведения из счетов фактур выставленных лицами, указанных в пункте пятом статьи 173. Это не плательщики, выставившие счет фактуру с выделенной суммой налога. Вот такая вот у нас замечательная декларация и ошибки, которые мы можем с вами допустить.